Кроме проблем экономики и перспективы дефолта, на Украине одна из обсуждаемых тем сейчас выборы в местные органы власти. Руководство стран назначило их на 25 октября, это уже через 10 дней, но проголосовать, как выясняется, смогут далеко не все. Переселенцев из Донбасса, таких стран много, и у всех украинские паспорта избирательного права по сути лишили. Ольга Князева продолжит тему. Интернет провели, и можно всю информацию, что происходит в мире, и в родном Краматорске черпать. Краматорск родной, а дом теперь все-таки в Киеве. В искалеченной войной город. Мать с дочерью решили не возвращаться. Пробуют устроиться в столице Украины, но даже спустя год переселенцы называют себя людьми, которых нет для работодателей, врачей, чиновников. На выборы президента я хотела проголосовать, когда была в Днепродзержинске. Ну, у меня ничего не получилось. И заявления писали, и все. Ну, в то время еще не было, это был мой месяц, не было еще статусов вообще, даже разговора не было статусов беженцев. Никаким другим способом я не могла проголосовать. Примерно полтора миллиона украинцев. Хотят они этого или нет, на местные выборы не пойдут. По украинским законам голосовать можно только по месту постоянной регистрации. Статус переселенца такой возможности не дает. Парадокс, но на этих предвыборных флакатах вполне могли быть лица героев этого репортажа. Ну, вот так, например. Потому что по украинским законам переселенцы имеют право баллотироваться в мэры или депутаты Киева. И, получается, по тем же законам не имеют права голоса. Для сотен тысяч людей сначала хотели сделать исключение. Но и депутаты Верховной Рады ушли на незапланированные каникулы. А соберутся теперь только 3 ноября после выборов. И, получается, проигнорируют законопроекты об участии переселенцев в голосовании. Это специальный ход, объясняют политологи. Слишком невыгодно для власти эти полтора миллиона избирателей. По этой же причине местные выборы решили не проводить в регионах близких, к неподконтрольным Украине, территориям. Киевская власть вообще не хочет, чтобы там, где они не имеют шансов получить хорошую поддержку, чтобы там проводились выборы. Потому что это будет их дискредитировать. Они же всегда говорят, что вот освобожденные территории, и там вообще все класс, и нас любят. На самом деле это неправда. Опросы показывают, что даже на тех территориях, которые находятся под контролем киевской власти, настроения людей такие, что они как бы против киевской власти настроены. И голосуют за партии оппозиционной киевской власти. На территории построенного еще в советские годы санатория таких безголосых больше ста человек. Переселенцы из Донбасса. У них много вопросов к действующей власти. Например, как можно с пятью разнополными детьми жить в двух коморках? Каждая по 8 квадратных метров. Пятилетняя Алина уверена. Приют от слова ютиться. А в этой комнате вообще что? Здесь мы живем, спим. Я, муж и девочки. И готовить? И готовлю. Вот в этой комнате. На какой кровати покажите? Ну вот здесь мы спим, вот все. Все вчетвером. Уже через год такой жизни. Каждый из них привык спать, есть, делать уроки в любых условиях. Но никто так и не понял, почему цены на все эти удобства санаторные. Койко-место 3000 гривен. Почти 10 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем пособие от государства. Семья может только надеяться, что новая местная власть обратит внимание на эти проблемы. Но права выбирать эту власть у них нет. Есть попытка действительности просто ограничить возможность для части украинских наших избирателей голосовать в местных выборах. То есть по большому счету лишить их важного политического права формировать власть. А это как бы ключевое правило для любой демократии. А еще ключевое правило демократии – наличие на выборах представителей оппозиции. А на Украине, например, коммунисты под запретом не просто живется и бывшим регионалам. Многие из них теперь в партии «Оппозиционный блок». Еще летом, в начале предвыборной гонки, здание Харьковского офиса оппозиционеров забросали камнями и петардами. На этих кадрах видно – милиция перекрывает улицу, но бездействует. Вездействовала и Харьковская областная избирательная комиссия, которая три раза отказывалась регистрировать партию, пока местный ЦИК не вмешался. Причина одна – просто власть не хотела участия в оппозиционном блоке в выборах именно в Харьковской области. А в других нормально можно участвовать? В других была менее агрессивная позиция власти. Еще один важный момент, характеризующий будущие выборы на Украине. Согласно новому закону, если кандидат победит в обруге по количеству голосов, но его партия не дотянет до проходного барьера. Мандата он не получит, а значит голосование изначально в пользу больших и известных парламентских партий. И судя по подножкам для оппозиционного блока и отсеиванию неудобного электората, действующая власть планирует просто поделить кресло в регионах.